Добрый день! Сегодня приготовлю тефтельки в белом соусе. Сначала вымачиваем батон в молоке, только мякиш, корки срезаем. Молока добавляем не очень много, чтобы только пропитать батон. Репчатый лук чистим и мелко нарезаем кубиком. Батон, вымоченный в молоке, разминаем вилкой. Репчатый лук обжариваем на растительном масле до мягкости. К луку добавляем зубчик чеснока, пропущенного через пресс. В фарш добавляем яйцо, обжаренный репчатый лук. Туда же отправляем размоченный в молоке батон, соль и перец и все тщательно вымешиваем руками. Формируем небольшие по размеру шарики-фрикадельки. Чтобы они лучше держали форму, рекомендую выдерживать фрикадельки в холодильнике 15 минут. И только после этого приступаем к жарке. Тем временем приготовим сливочный соус для фрикаделек. В сковородке растопим кусочек сливочного масла и обжариваем муку, непрерывно ее размешивая, чтобы не было гомочков. Спустя минуту, когда мука приобретет приятный ореховый аромат, вливаем в сковородку бульона, разбивая комочки. Не переставая помешивать, следом вливаем сливки, прогреваем их на тихом огне. Добавляем соевый соус. Добавляем дижонскую горчицу. Соус с солями перчим по вкусу. Он должен получиться, как жидкая сметана, учитывая то, что по мере остывания он загустеет. Разогреваем в сковородке растительное масло. Выкладываем мясные шарики и обжариваем на сильном огне до румяности. Жареные тевтельки перекладываем в сковородку и готовим на медленном огне под крышкой 15 минут. За это время они дойдут до полной готовности. Подаем шведские фрикадельки со сливочным соусом. Мясные шарики очень вкусные и сочные. В качестве гарнира лучше всего подавать картофельное пюре. Как приготовить пюре есть отдельное видео у меня на канале. Тевтельки очень вкусные. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok